В мировом обороте находятся миллионы единиц огнестрельного оружия. Это примерно одна единица на 12 человек. Единственный вопрос. Как вооружить остальных? Продавать оружие все равно, что продавать пылесос. Звонишь, ищешь клиентов, принимаешь заказы. Я был честным торговцем смерти. Я снабжал все армии, кроме армии спасения. Я продавал советские патроны фашистам. Надеюсь, это вам не для продажи, господин Орлов. Да, да, личные нужды. Здесь не очень много. Да, я очень люблю стрелять. Любите стрелять? Я делал поставки даже в Афганистан, когда он воевал с моими советскими друзьями. Я никогда не продавал Асами Бен Ладену. И не по моральным соображениям, просто тогда он любил выписывать липовые чеки. У меня способность к языкам. Но вскоре я обнаружил, что понятнее всего язык долларов, динаров, драхм, рублей, рубий и фунтов, мать их стерлингов. Конечно, штатовские вояки были в доле. В 80-е армейские жалования были не лучше, чем сейчас. А некоторым офицерам, вроде подполковника Сазарна, нужны были деньги для ведения своих частных войн. Приятно было познакомиться. Все будет хорошо. Куда же вы? Подальше от всех этих улик. Да не будет у нас для них никаких улик. Это было все равно, что оставить машину где-нибудь в Бронксе. Такое и не проходит даром. То, что я видел, выражало для меня суть Африки. А может и всей жизни. Все, что выходит из земли, обречено вернуться в нее. Даже 40-тонный грузовой АМ-12. Знаете, кто унаследует эту землю? Торговцы оружием. Потому что все остальные заняты убийством друг друга. В этом секрет выживания. Никогда не воюй. Особенно самим собой. КОНЕЦ ТОРГОЕ ВСТОРГОЕ ВСТОРГОЕ ВСТОРГИ